Приветствую, друзья! Крайне противоречивая сегодня информация приходит с города Херсона, потому что с утра еще там сняли с администрации российский флаг. И вроде как на других государственных зданиях там все-таки флаг России продолжает висеть, тем не менее это очень тревожные звоночки, об которых сегодня написали практически все. Также сегодня проходили сообщения о том, что все плавсредства, которые останутся на левом берегу Днепра в городе Херсоне, не будут потоплены. И сегодня все вот эти плавсредства топили. Параллельно с этим мы видим, что всю технику пожаротушительную с города Херсона вывезли, всю коммунальную технику. То есть в принципе складывается такое ощущение, что город полностью очищает от любой гражданской инфраструктуры. Также появилась информация, что в районе Херсона уже начали взрывать вышки связи и есть уже подтверждающие данные сообщения фотографии. Мнения по поводу происходящего в Херсоне сейчас конечно же разнятся, но тем не менее если проанализировать заявления Зеленского, которые были ранее озвучены, и различного украинского командования, которое контролируется конечно же из-за границы, то там они в открытую говорят, что оказывается все это провокация и постановка для того, чтобы все-таки заманить вооруженные силы западных стран в Херсон. Именно этим обусловлено то, что до сих пор армия Зеленского не предприняла еще такого, знаете, серьезного наступления в том направлении. Потому что вроде как и часть территории Херсонской области там перешли под контроль натовских войск, тем не менее мы видим, что дальше почему-то все-таки натовские войска не идут. И здесь уже нужно полагать, что боятся скорее всего идти дальше. Ведь крайне может быть, что вся вот эта сдача части сел, которые на Херсонском направлении были расположены, то это никакая не, знаете, успешная операция натовских войск в том регионе, а это может быть просто часть операции по заманиванию украинской группировки войск под контролем НАТО в ловушку. Тем не менее, это всего лишь теория, потому что, как говорится, война – это путь обмана. И здесь, скорее всего, мы видим часть операции, потому что весь стратегический замысел мы сможем увидеть только по истечению определенного времени, когда увидим, к чему все эти маневры приведут. Поэтому я бы все-таки со своей стороны порекомендовал всем людям, которые слишком эмоционально воспринимают события в Херсонской области и на Купянском направлении, Харьковской области, Донецкой области, все-таки не впадать в панику, а все-таки уже больше ориентироваться на то, что сейчас там заведуют полностью российский генштаб и, конечно, координируют все союзные силы. Тем более, противник у российского генштаба на территории Украины реально самый серьезный, это реально самая мощная группировка в мире. Это, по сути, конгломерат западных стран, у которых, если брать просто военную мощь, экономическую мощь, то это номер один на планете. Но, как известно, во времена Великой Отечественной войны также полагали западные страны и точно так же вот таким вот конгломератом западных стран под брендом, знаете, нацистской Германии тоже вот так ходили в атаку и в конечном итоге закончилось это все-таки советским флагом над Рейхстагом. Если тогда Сталин все-таки склонил на свою сторону и Соединенные Штаты Америки, и Британию и заставил их все-таки помогать Советскому Союзу и поставлять оружие, то сейчас мы видим, что ситуация в 21 веке крайне поменялась и теперь, получается, Российской Федерации помогает уже Иран, Китай, Индия и много других стран. Вот, например, очередное тому подтверждение очередной грузовой иранский самолет, который привез в Российскую Федерацию явно не финикета, абрикоса, а конкретно, скорее всего, вот такие вот ракеты, которые могут нести 500-600 килограмм взрывчатки на очень большие расстояния. И если иранские дроны Шахид-136 обозначили как Герань-2, то, скорее всего, данные ракеты Фатехи и Зульфикар обозначат также какими-то интересными названиями. Пишите ваши предложения в комментариях. Может быть, все-таки это видео смотрит кто-то из российского генштаба и подберет название, которое максимально понравится по лайкам с учетом комментариев. Западные страны также продолжают поставлять различное вооружение на украинское направление своим войскам. И вот очередные вот ракеты ПВО против, знаете, вот этих Шахид-136. И вот эти конкретно ракеты должны прибыть с Испании в ближайшее время. С учетом того, что в мире сейчас идут просто масштабнейшие потрясения, то здесь многие подписчики интересуются, каким образом, в принципе, все это пережить. И здесь я вам рекомендую получить альтернативную профессию. И лучше всего, с моей точки зрения, сделать это в IT-сфере. С учетом того, что в IT направлении очень много, я рекомендую все-таки начать с изучения языка программирования Python, который достаточно простой, и вы без какой-либо подготовки ранее сможете без труда его изучить. И, конечно, специалисты, которые могут писать на языке программирования Python, они ценятся всегда на рынке, труда очень и очень высоко. Средняя зарплата разработчика на языке Python примерно 140 тысяч рублей в месяц. Но если это международная компания, то тогда, конечно же, больше. В направлении IT можно работать удаленно с любой точки мира. И если вас этот путь устраивает, тогда я вам рекомендовал бы обратить внимание на онлайн-школу Skill Factory и попробовать пройти курс разработчик на Python. Тем более 80% данного курса – это практика, то есть у вас будет точно багаж знаний по прохождению этого спецкурса. Также стоит отметить, что на протяжении всего курса вас будет сопровождать ментор, который будет отвечать на все ваши вопросы. Ну и, конечно, график занятий можно будет подстроить под себя, чтобы совмещать с основным своим местом работы. В данной онлайн-школе Skill Factory есть карьерный центр, который вам поможет с трудоустройством. И они уже даже официально заявляют, что если вы не сможете устроиться после этого курса на работу, то вам вернут деньги за обучение. Тем более на дворе 21 век вы без труда сможете найти массу информации и комментариев и отзывов по работе вот этой вот онлайн-школы Skill Factory и много позитива в этом отношении. Тем более в рамках «Черной пятницы» по промокоду «Василец», который я дам ссылкой в описании и первым комментарием под видео, вы сможете получить до 60% скидки. Ну а тем временем продолжает разгоняться вселенская зарада в отношении того, что Российская Федерация не вышла из зерновой сделки и все-таки там с одесских портов продолжают отбывать корабли с зерном и прочим продовольствием. И во многом в этом вопросе действительно много противоречия, потому что вроде как Россия заявляет о том, что она полностью уходит из этой сделки, а потом все-таки оказывается уходит не до конца. И несмотря на все вот эти заявления, предлагает еще в африканские страны поставить 500 тысяч тонн пшеницы. И все вот эти заявления, они буквально в 2-3 дня делают просто большую кашу в голове любого читателя. Причем это все происходит на фоне того, что вроде как бы выход России из зерновой сделки он был на фоне конкретно атаки беспилотников Камикадзе американских и британских на Черноморский флот в Севастополе. И получается вроде как бы это и ответка, которая по факту потом и не сработала. И мы видим, что вроде как уже и Кремль даже озвучил свою позицию, что были получены определенные гарантии, что коридор, который организовывается для продовольственных грузов не будет использоваться в военных целях. И мы видим сразу же на фоне этих заявлений, прямо заявления украинского МИДа и прочих говорящих голов о том, что до никакого там заверения украинская сторона никому не давала. И в принципе, скорее всего, действительно так и есть. Потому что Украина это не сторона переговоров. И с Зеленским никто не говорит, и с украинским МИДом тем более. Говорят всегда с Соединенными Штатами Америки и Британией. Это на самом-то деле элементарно и должно быть понятно всем. Но почему-то все разгоняют истерику на фоне того, что украинский МИД заявил, что Украина никаких обязательств не давала. Понятное дело, обязательства давала Британия и Соединенные Штаты Америки. Украина де-факто уже утратила суверенитет, утратила независимость и, конечно же, субъектность. И поэтому сейчас с Украиной Зеленского говорить никто, в принципе, не будет. Потому что нет смысла. Говорят всегда с владельцами территории, условно. А это конкретно Британия и Соединенные Штаты Америки. Поэтому логично предположить, что сейчас шли серьезные переговоры кулуарные, которые не принято обсуждать публично даже в западных странах. И поэтому, скорее всего, в ближайшее время мы увидим различные послабления со стороны западных стран в отношении санкций против Российской Федерации. Потому что если просто брать в рамках всей планеты, смотреть на ситуации, то тогда, конечно, есть ряд ограничений по вывозу продукции сельскохозяйственной Российской Федерации. С учетом того, что эти санкции мешают с точки зрения логистической. Их больше сейчас, скорее всего, речь идет лишь о том, чтобы эти все логистические ограничения максимально постараться убрать. Пока с помощью Китая Россия не переориентирует свой флот и не переориентирует свои каналы поставок уже на другие компании, без участия компаний, которые могут каким-то образом реагировать на санкционные ограничения. И если я тут где-то не прав, то вы будьте добры аргументированно, напишите в комментариях, где конкретно и в чем. Ну а тем временем энергокомпания ДТЭК олигарха Рината Ахметова, которая заведует энергетикой в Украине, уже объявила, что им нужно будет, скорее всего, срочно импортировать либо уголь, либо все-таки электроэнергию. И здесь вариантов нет. Это в любом случае, вот этот импорт должен происходить с Евросоюза в Украину. Каким образом это все будет происходить, вопрос, конечно, риторический, особенно с учетом реально космических цен на электроэнергию в самом Евросоюзе. Тем не менее, эти новости особенно забавно читает на фоне, опять же, заявлений с Верховной Рады, которая уже объявила о том, что всерьез рассматривается законопроект по увеличению финансирования политических партий на 500 миллионов гривен. Не правда ли мило, когда Зеленский со своим монобольшинством Верховной Раде лоббирует вот такие законопроекты, с учетом того, что всех реальных оппозиционеров в Украине просто запретили. То есть политические партии, которые были реально оппозиционны к действующей власти и не представляли американские или британские интересы, то их просто запретили через Минюст. И все вот эти миллионы людей, которые голосовали, которые участвовали в этих всех партиях, то они вообще получаются сейчас отброшены и выброшены вообще из любой политической жизни в Украине. Таким образом, Зеленский сделал для уничтожения Украины практически максимум, потому что, конечно, все вот эти миллионы людей, которые голосовали за оппозиционные партии, то теперь у них ничего не остается, кроме как с оружием в руках, защищать свои интересы, свою идеологию, свои убеждения и так далее. И в Зеленске пока еще сейчас в Украине находится натовская группировка войск с различными польскими наемниками, там чешскими и так далее, то все это временная история, и сколько бы ни денег себе сами не выписывали, то как только уйдет натовская группировка войск с Украины, то здесь же сразу же наступит конец и власти Зеленского, и всем тем, кто сейчас ему в этом помогает. Добавить здесь разве что можно следующее. Той Украины, которая была до 2014 года, уже не будет точно. Мир уже настолько изменился, и настолько события уже зашли далеко, и настолько много крови уже пролилось, что по факту к прошлому уже просто нельзя каким-то образом взять и по мановению пальцев вернуться. Причем это понимают миллионы украинцев, которые уже все-таки решили уехать вообще со страны. И вот в Германии уже отчитывается о том, что миллион граждан Украины уже там получили различные статусы политических беженцев, либо беженцев и так далее. И это говорит о том, что сейчас даже для Германии это чисто экономически даже перебороть тяжеловато, потому что все-таки Германии приходится выделять миллиарды евро для того, чтобы хоть как-то обеспечивать даже минимальные социальные стандарты. Хотя в Европе, как мы знаем, сейчас крайне тяжелый период, и уже Deutsche Welle и много других уже немецких средств массовой информации в открытую говорит о том, что Германию ждет экономический коллапс. Идет, конечно, сокращение в Германии рабочих мест, и это объективная реальность. И несмотря ни на что, сейчас Германию просто заставляют вести ту же самую политику в отношении мигрантов, как и ранее. Германия и дальше выполняет все команды Соединенных Штатов Америки, но канцлер Шольц, можно сказать, просто вторая говорящая голова Байдена в плане разжигания войны в Украине. И всему этому есть, конечно же, объяснение, которое недавно озвучил Байден, потому что он в открытую сказал, что американские военные базы в Европе будут еще очень и очень долго. И, как известно, они там находятся уже более 70 лет. Я думаю, все вы помните историю и то, как, например, Римская империя контролировала колонии. И, конечно, на территории колонии всегда должен был быть военный контингент, то есть военная база для того, чтобы, если местные, условно, холопы что-нибудь, знаете, задумывают неладное, то, чтобы этот быстровоенный контингент мог это дело точечно подавить на упреждение. Точно по такой же тактике сейчас живут просто Соединенные Штаты Америки. И, заметьте, в ключевых странах Еврозоны там всегда находится масса американских военных баз. В Германии их очень и очень много, и они очень крупные. И то, что Соединенные Штаты Америки сделали из очень многих стран свои колонии, то это объективная реальность, которая доходит уже даже до маленьких детей. Вот, например, Грета Тумберг уже в открытую заявила о том, чтобы изменить реальную систему, нужно все-таки уничтожить капитализм. И если раньше Грета Тумберг бегала и рассказывала за зеленую повестку, за то, как нужно сохранить планету, то теперь уже все-таки даже до 19-летнего подростка, с учетом, знаете, анализа литературы, все-таки уже дошло, что нужно все-таки менять реальную систему, вот эту жажду наживы, которая поглотила практически весь мир. И, конечно, уже Грета Тумберг выступила против своих, условно, спонсоров, которые ее так активно продвигали на мировой Олимп. Так что очень даже может быть, что Грета Тумберг, если дальше начнет читать нужные книги, если дальше начнет анализировать, что творят Соединенные Штаты Америки, с Британией в мире, то, скорее всего, она может даже с оружием в руках присоединиться к их союзным силам в Украине. Но это лишь только начало пути, и поэтому еще много крови в любом случае все-таки прольется. И вот, обратите внимание, что нацисты подорвали памятник в Николаеве родине матери. То есть даже вот то, что свято для всех людей, которые жили и росли в Украине и в Советском Союзе, мы видим, что сейчас даже памятники Великой Отечественной войне все равно уничтожаются, причем делается это все показательно. И тут, как говорится, все просто. Для того, чтобы понять, против кого воюют союзные силы, то нужно все-таки проанализировать, какие памятники уничтожаются даже. И мы видим сейчас, что памятники уничтожаются тем, кто победил нацизм. Выводы делайте сами, и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там вам нужно предоставить всегда гораздо больше информации, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. Ссылка на мой телеграм-канал в описании, первым комментарием под видео. Переходите, смотрите, подписывайтесь. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok